Я приветствую вас, друзья, на новом видеообзоре. И сегодня я предлагаю вам заглянуть на замечательную экшн-фигурку от Hasbro, а именно Коммандера Торна. Вот данная фигурка является довольно-таки классной и относится к линейке Black Series, при этом к старой, потому что это еще новая, там где фигурки 6-дюймовые. Это же у нас фигурка 3,75 дюймов, вот то есть немного меньше по масштабу. Вот точный год его выпуска, если честно, я не знаю, но примерно 2015-й или 2016-й. Вот, упаковка уже немножко повреждена, но это не проблема. Вот в любом случае фигурка классная, вот, и я в принципе люблю Корусанскую Гвардию, многие почему-то ее недолюбливают, вот, но лично мне она нравится, особенно Коммандер Торн, который является одним из моих любимых клонов в принципе. Вот он у нас тут сразу виднеется через упаковку, вот, и два его бластера. Вот единственное то, что сразу понятно, с чем Хасбро накосячились, тем, что, во-первых, Коммандер Торн появлялся у нас в первой, нет, не в первой, в седьмой, в седьмой серии шестого сезона Войны Клонов, да, я это все помню, вот, и там он использовал бластерный пулемет Z6, вот, ну в принципе такой же, как был у еще некоторых клонов, например, у Хардкейса, вот, однако Хасбро ему почему-то положили бластерные пистолеты, как у обычных клонов Коммандеров, что странно. Вот, но в целом, я думаю, это небольшое упущение, все равно фигурка, я думаю, будет классной, так что давайте, наконец, ее откроем. Ну и вот, наш Коммандер Торн готов представить перед нами во всей своей красе. Сразу скажу то, что у вас потом после распаковки останется вот такая вот интересная картонка, правда, моя немного тут повредилась за вскрытие, но не страшно, у меня такие еще есть. Вот, и такой вот небольшой, как бы, стендик с надписью Коммандер Торн и его таким вот изображением. Вот, ну это так, если кому надо, можете куда-нибудь на рабочий стол поставить. Вот, что же касается самого нашего клона. Вот, выполнено довольно-таки хорошо. Сразу должен сказать, но имеются некоторые нарекания. Вот, по большей части с его руками. Вот, ну давайте взглянем на аксессуары. Тут у нас идут в комплекте его бластеры. Вот, бластерные пистолеты, в принципе, такие же были у всех клонов Коммандеров, вот, которые выпускались Hasbro именно в линейке Black Series. Они были у всех одинаковыми, так что тут ничего особо удивительного нет, но детализированные для такого масштаба они более чем хорошо. Вот, они держатся вот в таких вот специальных кобурах. Вот, они там вот так вот закрепляются. Вот, и, ну, довольно-таки хорошо держатся на самом деле. Вот, что касается его детализации, то она вполне себе на уровне. Опять-таки, для такого масштаба и цены это более чем достойно. Вот, конечно, не винтажная коллекция, но в целом не сильно уступает. Вот, особенно порадовал шлем. Шлем вообще выглядит шикарно, особенно вот эти его крылья. Вот, лично мне вообще очень нравится, потому что я до этого смотрел обзоры на этого клона, и многие говорили, что с ним какие-то проблемы большие, то, что это вообще чуть ли не самый худший клон от Hasbro, но на самом деле это не так. Вот, конечно, он и не самый лучший, но вполне себе на уровне. Вот, на его туловище пропечатка тоже вполне себе хорошая, никаких, я не знаю, миспринтов я не заметил, да, то есть, чтобы краска там слезла. Вот, ну, возможно, где-то там самую малость это и так, но это небольшая проблема, небольшой Battle Damaged эффект, думаю, клонам не помешает. Вот, сзади выглядит он следующим образом, ничего особенного тут нету. Вот, имеет ли его антенна. Вот, возможно, она, конечно, слишком большая, но не суть. Вот, различная другая детализация. Кама у него из такой резины плотной, так что она хорошо выглядит, вот, но при этом немного, так скажем, помогает движением, да, то есть, не стесняет их, он может спокойно поднять его ногу, и Кама не будет этому мешать. Вот, ну и на ногах тоже такие вот красные маркировки. Вот, что же касается его подвижности, то с головой никаких проблем нету, можно повернуть на все 360 градусов. Вот, в локте, ну, не самая лучшая подвижность, но для каких-нибудь вот таких вот поз вполне себе достаточно. Ну, также они могут на 360 градусов прокручиваться, вверх подниматься, самую малость, но, в принципе, для клона, думаю, этого более чем достаточно. В локте у них руки подвижны, даже, я бы сказал, в обе стороны, то есть, ему можно даже руку сломать, не советую. Вот, но, в принципе, вот так вот, чтобы он держал свой бластер вполне себе. Кисть немного наклоняется, и также может прокручиваться по своей оси. Вот, со второй рукой точно так же кисть прокручивается, разве что в локте правая рука, как мне кажется, чуть более свободно ходит, я уж не знаю, с чем это связано, но это так. Далее, торс. Торс у него подвижен, можно провернуть на 360 градусов, что здорово. Вот, единственное, то, что у него тут части брони не сегментарны, то есть, весь торс, это у него одна такая деталька, вот, а у винтажной коллекции, если что, оно еще вот тут вот подвижно, но, в принципе, торс в любом случае прокручивается, этого достаточно. Вот, далее, что касается его ног, то они, как я и сказал, полностью подвижны, кама не мешает ему, разве что они как-то слишком болтаются, но, да, это такое себе, то есть, мы ногу поднимаем, и она сама опускается, но, в принципе, подвижность в ногах это не такая большая проблема. Вот, разве что там болт-джоинта нету, они просто вот так вот вперед-назад ходят, но, за камой это даже особо и не видно. Вот, в колени они сгибаются полностью, стопа проворачивается, может, вот так вот тоже вверх. Вот, тут у нас написано Hasbro, и какой год? 2014 год. 2014 год был выпущен этот клон. Вот, давайте посмотрим, как у него в руках бластеры. На самом деле, держится не очень хорошо, честно признаюсь. То есть, довольно-таки свободно, так что, если у вас есть какая-нибудь, ну, знаете, к некоторым фигуркам джедаев или даже клонам, идут в комплекте резинки, чтобы удерживать бластеры, они бы тут пригодились, да, потому что вот так вот немного его встряхнуть, и бластеры могут выпасть. Вот, это, конечно, не здорово, но, тем не менее. Вот, ну, как бы, да, сложно их закрепить. Вот, но, кроме этого, я особо никаких проблем в нем не заметил. Вот, ну, да, опять-таки, ноги не очень хорошо подвижены там. Еще парочку проблем, но, знаете, это все простительно для таких вот фигурок. Вот, все-таки это не Hot Toys, не Сайдшоу, и даже не винтажная коллекция. Так что, в принципе, я думаю, это не особо большая проблема. Ну, хотя, в зависимости от того, для какой цели вы покупаете эти фигурки, если вы хотите с ними снимать какие-то стоп-моушен анимации, или просто поиграться, то, может, это и более критично. Я же их просто поставлю, буду коллекционировать просто их. Может быть, какие-то фотографии с ними делаются для этих целей, они более чем хороши в своей подвижности. Ну, и вот, как наш командер Торн выглядит со своими собратьями из Корусанской Гвардии. Вот, хоть у них у всех, на самом деле, цвет, но даже оттенок красного немного отличается. Вот, хоть на камере это не особо видно, но на самом деле это так. Вот, но даже с учетом этого, все равно выглядят они очень здорово, и мне нравятся. Вот, также давайте его я сравню с мини-фигуркой LEGO. Вот, кастомной, со шлемом от Clone Army Customs. Выглядит следующим образом. Вот, ну, разве что у этого не хватает мини-гана, но, знаете, я думаю, что у него как раз-таки были бластерные пистолеты, которые он использовал. Вот, а за мини-ган он брался только уже в самых таких отчаянных ситуациях, в ситуациях, которая произошла на Скипио, например. Вот, так что, если вам не критичны вышеперечисленные проблемы, а именно временами выпадающие бластеры, ну, так себе подвижные ноги и слегка разболтанные джойнты, то в таком случае, если вам это не критично, фигурку я могу рекомендовать к покупке. Что ж, у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока, друзья!